183 социальных контракта заключили в Сарове в 2020 году в рамках пилотного проекта по повышению доходов населения и снижению бедности. На эти цели потрачено более 11,5 миллионов рублей. Поддержку получили саровчане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, те, кому было необходимо профессиональное обучение, временно нетрудоспособные, граждане, которые ухаживали за инвалидом или маленьким ребенком. Соцконтракт заключает, если граждане имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в регионе. Это не материальная помощь, это вид государственной поддержки, направленной именно на содействие человеку по выходу из трудной жизненной ситуации и бедности. Социальный контракт заключается между, это двухсторонний договор, он заключается между гражданином и управлением социальной защиты населения, по которому гражданин обязается выполнять условия и мероприятия программы социальной адаптации, который является неотъемлемой частью социального контракта. Управление социальной защиты ежемесячно выплачивает сумму в размере 11 248 рублей. Управление социальной защиты обязательство выполнило в полном объеме, но со своей стороны не у всех граждан получилось достичь результата. Например, 68 социальных контрактов по поиску работы и трудоустройству эффективными оказались 34. То есть 34 гражданина смогли найти работу и получить постоянный источник дохода. Что касается остальных, то по условиям контракта теперь специалисты соцзащиты три года будут мониторить ситуации в семье, чтобы понять, что мешает выйти из бедности. Мы, это глаза и руки правительства Нижегородской области, должно понять, что происходит с населением, почему люди заключили социальный контракт на поиск работы и все-таки эту работу не смогли найти. Или смогли найти, но уровень их заработной платы не позволяет им выйти из бедности. За соцконтрактами по трудной жизненной ситуации обратились в основном мамы, которые ухаживали за детьми от полутора до трех лет и ждали путевку в детский сад. Граждане, которые долго болели, но при этом не имели инвалидности. Но и после того, как человек уходит на работу, специалисты еще три месяца наблюдают за развитием ситуации. И если денег все равно семье не хватает, контракт могут продлить. По каждому гражданину, каждой семье, которая обращается за помощью, проводит глубокий подробный анализ. Также социальные контракты заключили три индивидуальных предпринимателя. Это гражданин малоимущий, малообеспеченный, имеющий средний доход, среднедушевой доход в семье или у него самого ниже величины прожиточного минимума, установленного правительством Нижегородской области, осуществляющего мероприятия по реализации индивидуальной предпринимательской деятельности или являющемуся самозанятой. Вот 250 тысяч. Такая материальная помощь на основании социального контракта была оказана трём гражданам у нас в городе, подавшим заявление на её оказание на приобретение основных средств. То есть эти деньги нельзя потратить, например, на рекламу или ремонт. На них можно только закупить необходимое для работы оборудование. При этом, если предприниматель не смог развить бизнес и получать доход, то деньги он обязан вернуть. Социальный контракт продолжают заключать и в этом году. Все подробности можно узнать и у специалистов Управления социальной защиты населения. Екатерина Пёнова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.